Немецких экспертов результат голосования по поправкам в Конституцию РФ не удивил. Глава московского представительства фонда имени Наумена Юлиус фон Фрайтек Лоренхофен подозревает, что он был предопределён заранее. Подозрение вызывает высокая явка в условиях пандемии. Вопросов много и к самой процедуре семидневного голосования. Этот референдум по поправкам в Конституцию противоречит даже российскому избирательному законодательству. Не было наблюдения за выборами, не было даже стандартных для России камер видеонаблюдения на избирательных участках. Так что невозможно проверить, были ли фальсификации. Были неопечатанные урны для голосования. По сути, эта процедура голосования способствовала массовым злоупотреблением и фальсификациям. Никакой надобности вносить изменения в Конституцию РФ не было, так как большинство поправок и так уже закреплены в соответствующих законах, считает политолог из Берлина Сюзанна Шпан. Это типичная путинская инсценировка демократии, говорит она. Это голосование – это, по сути, смесь вотума доверия Путину и избирательной кампании. Вотум доверия нужен был, скорее всего, потому что в последнее время уровень доверия к Путину упал. И ему очень нужна поддержка избирателей, которую он сможет продемонстрировать. В Евросоюзе за российским референдумом многие наблюдали с беспокойством. ЕС ожидает от властей в Москве, что все сообщения о нарушениях во время голосования по поправкам в Конституции РФ будут расследованы. Но евродепутатов беспокоит не только обнуление Путина. Дополнение к статье 79 Конституции России предусматривает приоритет российской Конституции над международными договорами. Венецианская комиссия Совета Европы, членом которой является Россия, сочла это дополнение несовместимым с международными обязательствами России и рекомендовала исключить это дополнение или изменить формулировку. Мы ожидаем, что Россия, независимо от внесения каких-либо поправок в свою Конституцию, будет выполнять свои международные обязательства, включая обязательства по исполнению решений Европейского суда по правам человека. На фоне пандемии голосование в России не вызвало большой реакции у европейских политиков. В частности, пока не высказался и официальный Берлин. На данный момент кажется, что большая часть европейских стран, и Германия в том числе, не очень интересуется тем, что происходит в России. У них сейчас другие проблемы. Люди заняты глобальными и своими собственными проблемами, и интерес к России не так велик. Исходя из перспективы того, что Путин может остаться у власти до 2036 года, Германия должна еще больше инвестировать в диалог и в то же время быть еще более последовательной в своем общении с Россией. Ни до, ни тем более после референдума, никто в Германии не ожидает перемен в России в ближайшие годы, говорят эксперты. А вот как оценили результаты голосования в России немецкие СМИ. По сути, все крупные издания и интернет-ресурсы вчера и сегодня публикуют материалы на эту тему. Мы выбрали наиболее интересные. Вот, к примеру, авторитетное издание «Зюдой Чицайтунг» и статья, выбор которого нет. Голосование российских граждан по реформе российской Конституции, которому власти пытались придать вид легитимности, было полной противоположностью тому, что подразумевается под «справедливым» и «демократическим». При этом желание большинства жителей России не играет никакой роли. Новую фазу правления Путина нельзя назвать даже имитацией демократии. Настолько очевидны принуждения и манипуляции, добавляют журналисты. Путин меняет Конституцию таким образом, что возникают сомнения в ее легитимности, говорится далее в комментариях. Цитата. «Президент закрепляет свои личные притязания на власть, реорганизует задачи институтов, ставит российское право выше международного и тем самым еще дальше дистанцируется от европейских демократий. Кто захочет полагаться на закон, который президент почти в одиночку может повернуть в любую сторону?» задает риторический вопрос издания. Еще одно серьезное издание – газета «Вельд», и ее статья «Радикальные меры Путина себя оправдывают». Путин известен тем, что достигает на выборах нужного ему результата, и его методы давно известны. Пропаганда в СМИ, фактическое исключение из предвыборной борьбы оппозиции и традиционные манипуляции в день выборов, пишет газета «Вельд». Но всероссийский референдум по поправкам в Конституцию, позволяющий Путину править практически до конца жизни, побил рекорд привычно низких стандартов голосования в России, говорится в статье. «Импровизированные избирательные участки стали символом процедуры, которая допустила беспрецедентные серьезные нарушения самой идеи свободных выборов. Последствия могут привести к тому, что и без того ущербная демократия в России на несколько десятилетий деградирует до уровня ярмарочного балагана», предупреждает газета «Вельд». В материале, опубликованном на сайте телерадиокомпании «АРД», в свою очередь отмечается, что образцом российской конституции изначально были западные демократии, теперь вот приняли новый пакет поправок. Они содержат социальные гарантии, но прежде всего способствуют усилению власти Владимира Путина и ослабляют разделение властей, замечают журналисты. Авторы приходят к выводу, цитата, «Никто в итоге, казалось, больше не заботился о соблюдении правил». И это лишь небольшая часть немецких материалов, посвященных теме голосования. Везде тон крайне критичный. «Никто в итоге, казалось, больше не заботился о соблюдении правил». Редактор субтитров А.Семкин